Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами о различных проблемах роз и как их решить одним махом. Вот здесь вот я стою, но может быть не у самой красивой розы, может не всем она нравится. Это простая роза, такая вот длинноплетистая, каскадная. Но я очень люблю простые розы. Вот просто насадил их на своем новом участке очень много. Хотя это еще не они. Мои еще вот такие маленькие. Вырастут, покажу. Но я сейчас хочу сказать о следующем. 2020 год для роз оказался очень-очень сложным. По крайней мере в нашей умеренной зоне. Теплая зима позволила перезимовать колоссальному количеству различных вредителей. И хотя холодная весна дала надежду на то, что вредители эти сдохнут, к сожалению, они не так уж сильно сдохли. Одновременно с вредителями появилось большое количество болезней. Хотя погода вроде бы стоит более-менее теплая. Каждый день идут грозы, дожди. Все это благоприятно для роста растений, но точно так же благоприятно и для развития болезней. Вот здесь вот на этих цветочках я вижу вот такие вот дырки, прям дырки, дырки, дырки. Это выели эти дырки. Вот здесь какие-то вот листоблошечки, какие-то маленькие, может, листоедики повоедали. Вот здесь вот в цветке я вижу гады, заразы, расплодились садовые хрущики. Просто их тут какое-то огромное количество на этой розе. Они объедают лепестки, проедают завязи. Ну, как бы у розы завязи проели, ничего страшного. Завязи не нужна, шиповник не образуется. Но их развитие совершенно не является благоприятным. Здесь также имеется большое количество цикадок уже, тли, паутинный клещ начинает атаковать. Ну, вот на этой розе нету, но там на соседней она уже вся в мучнистой росе оказалась буквально в течение одних суток. И, конечно, главный бич-рос – это марсония. Чем же побороть все эти болезни буквально одним махом? Надо вспомнить о забытых, почти старинных и стародавних методах борьбы с болезнями с помощью серы. Конечно, коллоидная сера является весьма эффективным способом борьбы практически со всеми теми трудностями и проблемами, которые я назвал. Она отпугнет и вредителей, а на значительной степени уничтожит и болезни. Однако, коллоидная сера работает только при определенных условиях, а именно при достаточно высокой температуре. Вот для того, чтобы не возиться с коллоидной серой, там не растворять ее в мыле, а у нас есть на канале про цветок выпуск, про то, как это правильно сделать, я вам рекомендую один уже широко распространенный препарат на основе полисульфидов или ПСК, или ПФК Лерос. Вот так он называется. Те, кто запасся этим препаратом, а те, кто не запасся, поищите его в своих местных садовых центрах. Вообще, это хороший препарат, широко достаточно распространенный препарат. Поищите его, но не найдете, пользуйтесь теовитом джетом, коллоидной серой, готовьте ее вместе с мылом, так как у нас было указано в одном ролике. И обрабатывайте свои розы, берите максимальную концентрацию, рекомендованную производителем для препарата. Розы весьма устойчивы, чего не скажешь о крыжовнике, например, к препаратам серы. Такие обработки каждые 10-12 дней в течение, по крайней мере, 3-4 недель по продолжительности в течение месяца полностью обеспечат вам свободу рост как от вредителей, так и от болезней. Очень хорошо этот препарат ПФК Лерос справляется с марсонией. Даже удивительно, медь содержащие препараты не справляются, системные фунгициды не справляются, многие другие не справляются. А вот ПФК Лерос справляется с марсонией замечательно. И хотя на самом препарате не написано, что он предназначен против этой болезни, мой опыт содержания роз показывает, что он очень хорошо справляется. Во всяком случае, одну такую красивенную розу, плетистую, розовую, такую нью-даун, наверное, по-моему, она называлась, она очень чувствительна к марсонии. Я ее этим препаратом спас полностью, чего и вам советую. Просто этот препарат одновременно поможет решить и целый комплекс проблем с розами. Не поленитесь, поищите его. Игорь, есть альтернатива – коллоидная сера. Благо, лето, тепло, температуры выше 16 градусов точно будут, хотя бы в течение дня. Используйте его так, и вы увидите, как прекрасно отзовутся ваши розы на использование этого препарата. Надеюсь, я вам полезен, и мои советы помогут вам содержать ваш сад из роз в чистоте, порядке и красоте. Ведь препараты серы являются экологичными, естественными компонентами природы, и никакого негативного влияния на окружающую среду не оказывают. И используя их на открытом воздухе в саду, вы не имеете никаких рисков как-то навредить своему здоровью. Они не накапливаются ни в соседних овощных плодовых растениях, ну то есть вообще никак. При этом имеют очень и очень хороший положительный эффект. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»